доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды снова очередной день когда мы уделяем максимум внимания тому фундаментальному фон который сложился накануне то есть разбираем анализируем события минувшего дня и также продолжаем смотреть в будущее в горизонт ближайших дней на те события которые заготовлены к выходу вот впереди друзья давайте начнем сегодня как и всегда с нефтянки тем более что нефть действительно радует нас покупателей и не только нас конечно же всех покупателей потому что бренд уверенно закрепился выше 65 долларов за бар еще несколько дней назад мы с вами пытались выжить достаточно поддержки с рынка для нашей длинных идей чтобы бренда смог обосноваться на этом уровне чтобы нам стало проще чтобы нам было лучше сейчас эта задача выполнена действительно нефть торгуется довольно неплохо если брать какие-то временные интервалы то можно сказать безошибочно что сейчас а бренд находится на трехмесячных максимумах это неплохо друзья и в целом тот фон который сложился сейчас не дает нам основании полагать что вот это благополучие может измениться мы продолжаем с вами также как и все трейдеры все участники рынка говорите о реальном прорыве в переговорах сша и китая не будем совсем выдаваться в какие-то тонкости отдельные элементы детали будущих соглашений просто возьмем за основу ту риторику которая есть на рынке прогресс есть первая фаза соглашение будет подписано в первых числах января китай пошел на уступки для сша вот вчера господин лайтхайзер который является представителем сша по вопросам торговли прокомментировал ситуацию вот этой сделки первой фазы отметил что китай взял на себя обязательство увеличить закупки сельхозпродукции вдвое сша также пошли навстречу китай отказались от введения пошлин которые должны были вступить в силу 15 декабря позитивы добавляет трамп который еще уже опрочит будущее прорывное и во второй фазе торговых соглашений поэтому если вернуться к рынку нефти друзья раньше мы с вами действительно переживали за то что этот конфликт погубит мировую экономику приведет к серьезному спаду конечно же на фоне тотального снижения экономика нельзя будет говорить о достаточном спросе на нефтянку сейчас пока что эти риски не так уж и актуальны мы можем вернуться к негативу например в ходе обсуждения второй фазы я не исключаю что пройдет очень много времени прежде чем на горизонте замаячит перспектива реально торгового двухстороннего соглашения которое положит конец торговой войне но это все разговоры января друзья нам нужно закрыть еще декабрь и время времени достаточно в принципе мы настраиваемся еще на мощные движения которые обычно приурочены к рождественскому ралли сегодня у нас помимо позитива который тянется из прогресса в переговорах сша и китае и договоренностях опек может быть локальная поддержка это данные от администрации энергетической информации собственно мы ожидаем снижения не только мы по прогнозам экспертов действительно за прошлой неделе запасы в штатах могли запасы нефти снизится на два с половиной миллиона если эти цифры сегодня эти ожидания будут оправданы то соответственно у котировок нефти будет локальный фон чтобы подрасти и снова казаться выше 66 друзья я думаю что в качестве ближайших следующих ценовых ориентиров можно метить уже на 67 где-то 68 долларов за баррель почему бы и нет пользуемся текущей ситуации по поводу того как хедж фонды сейчас заинтересовались нефтьянка я говорил накануне если кто-то упустил этот фон можете пересмотреть вчерашний брифинг доллар иена 109 45 здесь пока непонятно с следующей движущей силы которая определит динамику доллара иена либо выше 110 иен за доллар либо все-таки по-прежнему будут актуальны по-прежнему останутся рабочими идеи продажи американской валюты против иены по поводу спроса на защиту я уже говорил что сейчас нет смысла конечно же открывать сделки с расчетом на то что иена должна укрепиться также как и франк и прочие защитные инструменты потому что тот фон который мы сейчас с вами разобрали а в контексте нефтянки и улучшение ситуации в мировой экономики из-за прогресса в переговорах сша китай он все-таки больше располагает сейчас к ставке на рисковые инструменты но в отношении доллара иена у нас есть друзья с вами статистика мы ее ждем анализируем сейчас вот она тоже опять же больше поддерживает доллар вчерашние данные по промышленному производству роста на 1 1 процент с прошлого спада на 0,9 процента хотя здесь вставлю несколько копеек скажем дело в том что такой промышленный рост был зафиксирован на фоне прекращения забастовки на заводе general motors поэтому наверное чтобы объективно говорить о динамике промышленного производства нужно подождать еще месяца а другой но все равно на промо производства подогрел интереса к доллару потому что на фоне хорошей статистики на непонятную перспективу едут решение федрезерва по смягчению монетарной политики я повторяю друзья что до конца этой неделе особенно в пятницу у нас будет очень много показательных релизов это личные доходы личные расходы потребительской активности темпа экономического восстановления годовые данные по ввп сша вот это реально объективные данные какую статистику мы с вами увидим попробуем уже спровоцировать на решение федрезерва и со следующей неделе наверное уже нужно определяться либо мы отказываемся от короткой позиции либо все таки продолжаем держать доллар иену евро против американца 1 1132 европейская валюта под давлением я очень надеюсь то что это давление связано в том числе с тем что трейдеры понимать что тащить евро выше нет смысла сегодня день инфляции потому что у нас несколько релизов по индексу потребительских цен по еврозоне канаде и англии в 1300 по еврозоне выйдет этот отчет ожидания довольно скромные в годовом выражении 1 и 3 процента рост по идее если мы увидим такие цифры он совпадет с значением позапрошлого месяца но это слабые данные инфляционного давления поэтому друзья вся та риторику которую я использовал ранее по слабости евро она конечно же актуальна фунт против доллара 13103 вот здесь вот даже не знаю друзья вроде бы мы как уже оставили в прошлом тему брекзита и я был друзья этому очень рад потому что устал уже от нее как они с того ни сего она снова скажем засияла новыми красками потому что оказывается не было никакого реального соглашения с европейским союзом которое сейчас можно было бы бросить на стол палаты общины сказать давайте голосовать потому что у джонсона есть в отношении этого все права и полномочия у него ведь большинство теперь после парламентских выборов и никто бы слову не сказал но документа то как такового нету есть предварительные наброски сейчас джонсон старается активно проработать этот документ нести какие-то правки чтобы быстренько согласовать с европейским союзом и чтобы у нас было при этом понимание что сделка то хорошая поскольку сейчас мы по-прежнему возвращаемся к идее о том что времени очень мало 31 января это по сути дедлайн когда англия должна покинуть европейский союз нет соглашения участники рынка начали паниковать а хватит ли времени соответственно если времени хватит то джонсон снова перенесет дату выхода из состава и если это затянет процесс этой политической неопределенности вроде бы с которой мы уже попрощались а если джонсон будет стоять на своем то есть выведет англию из состава и с 31 января это значит то что он сделает это на любых условиях и на любых договоренностях если не будет сделки значит выход будет жестким вот отсюда друзья и снова в перспективу жесткого брейзита и снова давление которое мы наблюдаем на британскую валюту фунт очень сильно валится по предварительным данным джонсон попробует поставить вопрос о голосовании касательно сделки выхода возможно даже либо в конце этой недели либо на следующей неделе поэтому будем следить за развитием событий пока что я понимаю друзья что очень рискованно сейчас торговать британской валюты к сожалению вот лично я не зафиксировал профит который был довольно солидным и сейчас но и возвращаюсь вот в те мрачные перспективы которые нависли над британской экономикой ну будем надеяться что британская валюта еще восстановится опять же если на рынке появится комментарий о том что джонсон за оставшееся время за январь сможет все-таки добиться условий устраивающих всех по выходу англии состава и с друзья но по остальным инструментом по доллару канадцу 1 31 63 мы ждем сегодня данных по инфляции по ожиданиям статистика плохая поэтому роста пары он весьма прогнозируем сейчас является и цель закрепления выше уровня 1 32 на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания